Семья Зайковских находилась в столице Малайзии, когда вспыхнул коронавирус. Говорят, испугал не столько он сам, сколько неопределенность о том, что ждет и каковы последствия пандемии. Первые сложности возникли, когда встал вопрос о возвращении домой. Срочно в порядке сдали билеты, которые у нас были на конец апреля, купили на вьетнамские билеты, чтобы вылететь через Вьетнам. Купили билеты во Вьетнам, но через день Вьетнам объявил о том, что все прилетающие попадают на карантин на военную базу с маленьким ребенком. Это не очень интересная история. Поэтому началась череда событий, просто какие-то бесконечные провалы, провалы, провалы. В итоге удалось вылететь через Дубай в Новосибирск. И теперь вся семья дома на добровольном карантине. Тоже на карантине, но уже в Китае находится сейчас Андрей Крайтер, известный гребецканаист, многим связанный с Алтайским краем. Он тренирует сейчас китайскую сборную и накануне рассказал нам, зачем отправляется в не самую, казалось бы, популярную, для посещения страны и как вообще обстоят дела в спортивном мире в пик эпидемии. Продолжать подготовку к Олимпийским играм, которые пока что не отменили, но вчера отменили официально континентальную квалификацию чемпионата мира и по параолимпийской гребле и кубок мира отменили. Поэтому новости будут в конце апреля, но Олимпийские игры пока что не отменили. Поэтому мы просто продолжаем готовиться, собственно, как и другие команды, у которых есть еще возможность выходить на воду, потому что во многих местах вода закрыта и тренировочные базы закрыты. А буквально на днях вернулась из Таиланда и теперь оказалась на карантине наша коллега, журналист телеканала «Толк» Ирина Корчагина. Ей принесли постановление о карантине и там, кстати, напомнили об ответственности за его нарушение, вплоть до уголовной. Почти каждый день мне звонит инфекционист, спрашивает, как мое здоровье. Вот недавно звонил участковый, интересовался, кто нам приносит продукты, кто выносит мусор, брал контакты этих людей. Все серьезно. Врач пока не приходил, потому что никаких симптомов у меня нет. Сделать тест на коронавирус я обещают на 10-й день карантина. Тогда и станет ясно, насколько необходима была изоляция. Более подробно о злоключениях жителей края и наших соотечественников, живущих за рубежом в вечернем выпуске. Илья Кочетков, День с толком.